Устав, полустав, вязь, скоропись. Казалось бы, древние русские почерки застыли в развитии, остались где-то в 17 веке и не имеют ничего общего с современным миром. Но особенно ценным сегодня становится кропотливый ручной труд, а возвращение к истокам, к традиции помогает порой обрести почву под ногами. Все, что делается нового, оно, как правило, если это качественное, оно основывается на каких-то своих корнях. То есть, грубо говоря, нельзя сделать Мерседес, если за тобой нет Баха, нету Канта, вот таких величин. Если мы сегодня не будем изучать наше прошлое и делать на его основе что-то современное, я думаю, у нас тоже ничего не получится. Молодое поколение каллиграфов стремится оживить и преобразить формы кириллицы, которая в руках современных мастеров обретает новую жизнь. Есть заказы на создание логотипов, на создание каллиграфических листов, вот таких, с древнерусским письмом. Но и для души люди, которые неравнодушны к своей культуре, и художники, они используют в своих работах эти почерки, выражают то, что им близко, этими формами. Но также и многие люди занимаются каллиграфией как хобби, и опять-таки, просто эти формы родные для нас. Многие чувствуют, что что-то отзывается в сердце, когда они работают с уставом, вязью, скорописью, полуставом. Эта выставка организована питерским объединением «Русское письмо», членов которого отличает внимательное отношение к наследию прошлого, смелость эксперимента, желание привлечь внимание современных дизайнеров к красоте русского письма и самобытной рукописной традиции. В экспозиции представлено свыше 90 работ в разных материалах – камне, ткани и дереве. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».